Ачинский суд не встал на защиту хозяина скандального кафе. Смотрите, что еще придумал владелец. Дарья Потехина прокатилась по улицам, где не видны дорожные знаки. А мы нашли новый арт-объект в Ачинске. Расскажем, где можно делать красивые селфи, пока в городе не появился новый фонтан. Церковные книги 18 и 19 веков сотрудники архива передали в храм. И тут такое было, устраивали. А потом у них пошло чудеса. Разборки, драка и стрельба. По такому описанию, пожалуй, все Ачинцы без ошибки поймут, о чем речь. Сегодня здание без названия, хотя уже дважды оно перерождалось. Вначале Гималайи, потом Лондон. Но имя судьбы не меняло. Жители авиатора за пару лет натерпелись, как на передовой. И опять началась эта катавасия. Каждую ночь пьянки, разборки, драки, стрельба. Сказал участковому, я говорю, до каких пор, уже страшно подходить к окну. Пуля в лоб прилетит. Он на меня, ты так не говоришь. Я говорю, вот 31 декабря 2016 года была стрельба вот с этой стороны. Разливашка у нас есть, рюмочная. Там перестрелялись. Он пришел меня арестовывать. Потому что ты вот зря говоришь, да все туда. Это просто. Постреляли маленько и все. То есть у них это запросто. Ну и вот все вот это вот ерунда идет. Иван Петрович говорит, сколько раз полицию вызывал. Пальцев у всего дома не хватит. И в мэрию жаловался, и в суд ходил, чтобы остановили непотребства, которые творятся в этом заведении. Накануне Ачинский суд вынес решение уже по апелляции. Незаконные постройки в скандальном кафе снести. Сам хозяин Азад Салманов вот как реагирует на закон. Говорит так, словно он хозяин не только кафе, а целого города. Это не здание, а это реконструкция. В смысле? В прямом смысле. Подождите, реконструкция, это когда вы ничего не меняете площадь, а вы-то увеличили площадь? Нет, 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 тут был навес, помните? Как навес? Рано было, здесь забор был, забор. Подождите. Этим навесом. Вот это просто мы огородили, чтобы как помещение делали. Потом получилось, так отдали одно время кафе, а кафе было беспредельно, разборка, всякие ругания. Мы эту деятельность остановили, закрыли, а сейчас делаем здесь скрытый рынок. Она незаконная? Да мы здесь вообще живем незаконно все, на этом планете все куплено. Нет, может быть вы незаконно живете, а я законно живу? Я тоже незаконно живу. А можно делать на все документы, будет документально, законно. То есть вы утверждаете, что ничего сносить не будете? Ну, думаю, нет. Такое заявление звучит как вызов сразу всем. Городским властям – это они устанавливают правила жизни в Ачинске. Полиции – это она отвечает за порядок в городе и безопасность его жителей. Приставам – это они должны исполнить решение суда и снести незаконное строение. Это неправильно, если каждый хозяин будет превращать Ачинск в такой вот Лондон, говорит депутат по этому округу Владимир Азереденко. Надо поставить точку, точку законную. И видите, точки зрения здесь на взгляд жителя, собственника, они разные, они разнятся. Но надо все равно жить по закону, а не по собственной точке зрения. Вот я считаю, надо жить по закону. Вот эта территория должна быть территорией законности. И не было бы ни законных, ни рынков, ничего подобного. Наталья Сусанина, Александр Сиделев, Телеканал ОСА. Сейчас рубрика «Главный по Ачинску». И я, Дарья Потехина, хочу поднять тему дорожных знаков, которые не видны у нас в городе. Каждый опытный автолюбитель знает уже Ачинск как свои пять пальцев. Где проезд запрещен, где одностороннее движение, где находится главная дорога. Но что же делать новичкам и гостям нашего города? Вот, к примеру, этот знак, запрещающий движение, находится на пересечении улиц Партизанской и Комсомольской. Его просто не видно. Мало того, что он выгорел, да еще и загораживается ветками деревьев. На этом перекрестке это не единственные невидимые знаки. При движении по улице Комсомольской от улицы Ленина, также есть знаки, которые не видны. Уступи дорогу и поворот налево запрещен. Слав, смотри. Заграждаются деревьями. Опять же, если автолюбитель не знает этот участок дороги, то он просто создаст аварийную ситуацию. Мне здесь уступи дорогу. Тоже где-то в кустах. А вот в кустах уступи дорогу. А вот еще один знак, ограничивающий скорость движения до 40 км в час, который совершенно не видно из-за деревьев. Расскажите, в чем проблема проезда перекрестка улиц Своеводы Тухачевского и Красного Октября? Когда едешь в сторону авторынка, то знак светофора перекрывается знаком пешеходного перехода. То есть не видно, горит зеленый, красный, какой скоростной режим нужно держать, то есть уже нужно притормаживать или нет. Соответственно, можно было бы посмотреть на левую сторону, где тоже стоит светофор. Но если перед тобой стоит более высокий автомобиль, например, там какой-нибудь грузовичок, газель, то уже не видно и на той стороне, что показывает, какой цвет. Дорожные знаки ЖД вокзала давно не обновлялись, а здесь ежедневно приезжают сотни машин. И не все помнят и знают, где нужно поворачивать к площади. А этот белый круг в теории запрещает выезжать с площади по этой дороге. Обо всех этих невидимых знаках мы сообщили в единую диспетчерскую службу по телефону 77050. Нам сказали, что в ближайшее время неисправность устранят. А мы обязательно проверим. Дарья Потехина, Вячеслав Кибиков, Иван Суканов. Новости телеканала АСА. Составлен список наиболее проблемных участков на Ачинских дорогах. В него вошли улицы, на которых будет проходить заделка «Я». Всего в списке 24 позиции. Узнать, вошла ли ваша улица в этот реестр, можно. Для этого просто зайдите на наш сайт. Делаем это для того, чтобы вы проконтролировали, что все сделано как надо. Николай Костюченко, начальник службы ЖКХ, говорит, что все деньги, выделенные в этом году на плановый ремонт дорог, потрачены по назначению. И никаких претензий по плановому ремонту нет. Однако, не все проблемные участки были охвачены. Вот их-то и будут подсыпать асфальтной крошкой. В городе есть ямы, и их необходимо заделать. Всеми подручными средствами, для того, чтобы вы не разбили машины, и я в том числе, житель любой город. Потому что на сегодняшний день, извините, но, к сожалению, средств на ямочный ремонт отсутствуют. И необходимо восстановить. Да, пускай там кто-то осмеивает, там не осмеивает, кирпичами, не кирпичами. Да ради бога. Мне самое главное, чтобы проехал он по этой яме, да, и не разбил свои колеса, и не придавил непосредственно в администрацию штраф. Вы тоже можете внести свою улицу с ямой на дороге в этот список. Для этого нужно отправить электронное письмо. Адрес сейчас указан на экране. В письме укажите улицу, примерный ориентир и приложите фотографию. Либо позвоните по телефону Центра обеспечения жизнедеятельности города. Наталья Солодовник, Вячеслав Кебиков, новости телеканала АСА. Следственный комитет заинтересовался Василием Мизинко. По информации информагентства «Запад-24», Мизинко с адвокатом давал пояснение по незаконной торговле на рынке 6-го микрорайона. Депутат Единорос Василий Мизинко ранее получил землю под ним для строительства крытого рынка, но так ничего и не построил. Прокуратура уже заявила, что бюджету нанесен ущерб минимум на 5 миллионов рублей. Теперь за нелегальный бизнес взялся и Следственный комитет. Ачинские полицейские нашли объявленную в розыск Анжелику Васильеву. Школьница была найдена в городе Назарово. В настоящее время ребенок передан семье, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Напомним, что сотрудники полиции две недели устанавливали местонахождение 15-летней девочки, которая, находясь на даче к патронажной семье, ушла гулять и не вернулась. В Парке Победы сегодня рабочие приступили к разбивке территории, планировке площадок под детские спортивные и игровые комплексы, специально оборудованные дорожки для маломобильных групп населения. В парк завезли щебень для выравнивания площади и отсыпки пешеходных и велосипедных дорожек. Работы, как уверяет подрядчик, идут по графику. Напомним, все сдать рабочие должны 15 августа. Художественная школа имени Знака переедет на улицу Льва Толстого и начнет работу в новом здании после ремонта с 1 сентября 2019 года. Уже известно, что ее площади увеличатся в три раза, появятся выставочные залы, интерактивный музей, просторные мастерские и учебные классы. А пока напомним, что 28-29 августа пройдут вступительные экзамены для детей 11-12 лет на бесплатную пятилетнюю программу «Живопись». Сегодня городской архив передает церковные книги Казанскому собору. Книги передают на время для того, чтобы служители церкви и прихожане ознакомились с духовными трудами 18-19 века. Это его приближение. В принципе, даже 1800, 300, 500. Это подарено было на Бездахскую архиву. А с какого уровня в самом году это отошли? В смысле, где-то непонятно. Она еще ценна своими историческими приметами, потому что когда Казанский собор в 1940 году решили закрывать, ободрали все. Она в таком виде не потому, что она старая, а потому что ободрали все вот эти золотые и серебряные. Перед тем, как книги передали в городской архив, изъяли серебряные вещи и камни, которые украшали обложки, почти на 6 килограмм. Об этом упоминается в архивных описях и протоколах. Источники, откуда попали все духовные книги, отследить очень трудно. Часть книг приносили прихожане, часть попала из церковных библиотек. Троицкий, Казацкий, наверное, церковно-приходская школа. Сейчас практически, наверное, невозможно прослить, откуда они поступили. Если только вот сесть этим заниматься, может быть, какая-нибудь информация появится. Где-то какие-то пометки, вот как здесь, видно, печать осталась. Церковно-приходская библиотека, ну, похоже, Свято-Троицкого собора, да, города Ачинска. То есть, это книга однозначно того собора, которого у нас уже давным-давно нет, который снесли, а книга осталась. Издана в 1882 году. К 1916 году в соборной библиотеке накопилось 498 томов. Так указывается в документах того времени. Сейчас в архиве находится несколько десятков церковных книг, а это только малая часть того, что было. В 40-е годы все было уничтожено. Евангелие, бегословие и другие книги, в количестве 354 штуки, были отправлены на переработку. Считалось, что никакой исторической и научно-художественной ценности они не представляют. Ценность, она очень такая важная, она не мертвая, эта ценность. Есть да есть книги, нет. Я полистал эти книги, они представляют реальную ценность, в каком плане? И для исследования, и для работы, и даже для знакомства, когда наши дети, наши ученики школ, которые учатся в Ачинске, которые, может, даже не знают о том, что существовал Троицкий храм, Троицкий собор. Ирия Александр призывает любить свой город и интересоваться духовной историей Ачинска. А начинать знакомиться, как раз правильнее всего, с городского архива. Наталья Солодовник, Вячеслав Кебиков, новости телеканала АСА. А теперь новости из Ачинского района. Сегодня новый начальник управления образования Елена Стрельцова рассказала депутатам райсовета о подготовке школ и садиков к новому учебному году. По словам руководителя, беспокойство вызывает только одно учебное заведение – школа в Каменке. Там до сих пор не приступили к ремонту. В районе Ивачинском 20 учреждений, из которых 8 детских садов и 12 школ. На 1 августа, сегодня уже 3-е, я могу сказать, что объехав все учреждения, все школы должны быть сданы к началу учебного года. Единственное беспокойство у меня, вы сегодня видели, это Каменская школа. Там до сих пор работы не начались? Не начались. Не начались. Предложения разные были, в том числе вчера, когда мы с присутствием куратора территории, вчера у нас Наталья Николаевна здесь присутствовала, которая нас курирует. Мы были у него в школе, он долго определялся, делать ему косметический ремонт, на который 250 тысяч выделены, или не делать. Ну как же не делать, если большие потечки. Понятно, она снова потечет. Но на 1 сентября школа должна работать, это первое. Второе. Ему выделены деньги на проект. Он тоже вот как-то так и так. Рядом детский сад через забор. У нас заключила контракты на ремонт кровли и на их экспертизу. У него денег не хватало. Уже эти деньги давным-давно она написала мне ходатайство. Мы изыскали из той экономии, которая потихоньку складывается от торгов, и направили на этот детский сад. То есть работа ведется. Я думаю, что все школы Ачинского района будут сданы. Единственное, что часть работ, таких вот мелких работ, где-то под краской, вот одно-два помещения, будут ремонтироваться в процессе уже сентября. На вокзале возле Хантана установили фигуры птиц. Об этом нам сказал один телезритель. Я решила увидеть все своими глазами. Возле Фонтана ничего я не увидела. Но дальше на газоне есть две фигурки глухарей. Сейчас подойдем поближе. Стоят эти птицы, глухари, на довольно-таки большом расстоянии друг от друга, на большом газоне. На первый взгляд кажется, что они сделаны из дерева, но подойдя и потрогав, ощущение, как будто из какого-то камня. О подробностях появления глухарей я расспросила рабочих по благоустройству сквера возле вокзала. Да как стали? У нас в НГЧ-4 есть художник, который занимается всей этой лепкой. Вылепил, слепил, поставили и все. А из чего сделано? Из камня какого-то или из чего это сделано? Цементное расстояние. А почему место такое для них выбрали, а не возле фонтана самого? Там что-то еще будет? Красиво же, травка, все у него клюют иногда. А не ночью, он живет у нас? Такую. Также я узнала, что в скором времени на этой зеленой площади появятся лавочки и установят видеонаблюдение. А пока газон не засажен цветами, можно и сфотографироваться. Наталья Солодовник, новости телеканала АСА. Модный стиль и актуальные тренды задает улица. Ведь именно практичность и комфорт зачастую обуславливают выбор одежды. Мы решили сделать обзор уличной моды Ачинска, а также узнать мнение эксперта об актуальных трендах в Красноярске. Расскажи, что на тебе сегодня. Кофта, брюки и туфли. Какой стиль в одежде предпочитаешь? Больше предпочитаю кайжуал. Что для тебя самое главное при выборе одеться? Самое главное, чтобы она шла мне, конечно же, подчеркивала мою фигуру. Обращаешь внимание на бренды при выборе одежды? Ну, вообще да, но так как у нас в городе мало именно таких брендовых магазинов, то больше выбираю одежду, которая мне по душе, так скажем. Какой стиль в одежде ты предпочитаешь? Спортивный. Ну, я занимаюсь спортом, мне спорт и душа. О тенденциях уличной моды Красноярска мы спрашиваем фотографа, стилиста и визажиста Марию Жданову. У меня, наверное, стиль это что-то среднее между фэшн-иконой и бомж-стайлом. К любой город-провинции мы пытаемся адаптировать под себя те тренды, которые нам диктует столица и Европа. Начали носить кюлоты, начали не стесняться широких штанов. Но тот же самый бельевой стиль. Это пижамы, это сорочки, причем сорочки, допустим, в сочетании с бомберами, с косуками, с футболками-водолазками надетыми под них, микросумки. То есть это даже косметичкой не назовешь. Это вот такие вот маленькие-маленькие аксессуары, в которые, наверное, входит только сотовый телефон и помада. Но в этом сезоне я бы отметила, точно должны быть у всех кюлоты. Обязательно бы также отметила легкое хлопковое платье в пол. Хорошие, качественные кроссовки отлично впишутся в любой образ. Будет это, не знаю, футболка с принтом или абсолютно обычная футболка и шорты. Либо это, допустим, более будет такой-то вечерний образ. Анна Котягова, Вячеслав Кепиков. Смотрите новости на телеканале ОСА и будьте в тренде! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok